На телеканале РБК Омск новости. Меня зовут Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Воспитание по понятиям. Родители уверяют, в одном из омских детсадов непослушных детей воспитатели чуть ли не макают в унитаз. Что по этому поводу думают в департаменте образования? Лечат симптомы, а не болезнь. Какой диагноз омскому здравоохранению поставили московские эксперты? По замкнутому кругу, почему мусорная реформа не сделала Омск чище, а только добавила новых проблем? Устами младенца, как юная мечи, через искусство помогает решать недетские проблемы. Унижала и заставляла доставать игрушки из унитаза в омске воспитателя детского сада, обвиняя в жестоком обращении с детьми. Омич Никита Мессеров рассказал о том, что одна из сотрудниц дошкольного учреждения номер 344 унижала его пятилетнего сына. Вынудила прервать обед и идти доставать голыми руками из общего унитаза игрушки и мыть их. Причем, уверен, отец ребенок вел себя хорошо, просто оказался в компании нашкодивших. Это уже далеко не первый случай педагогичного поведения со стороны сотрудников учреждения, рассказывает Никита Мессеров. Однажды его сын получил в детском саду травму, сильно ударился затылком, но воспитатель пыталась эту историю замять. Конфликт с этой воспитательницей конкретно не первый, длится уже давно, несколько лет. И первые несколько случаев мы пытались это замалчивать, потому что понимаем, есть проблема отрасли, есть низкие зарплаты, есть недостаток квалифицированных кадров. Но это ни в коем случае не дает права педагогам с маленькими пятилетними детьми обращаться так, как это делают, я не знаю, надзиратели в исправительных учреждениях. То есть без всякой презумпции невиновности. Я его спросил, говорю, а ты действительно был там в этот момент, ты действительно мог там это сделать? Он говорит, ты знаешь, я пытался отговорить пацанов, которые хотели устроить рыбалку. В департаменте образования эту историю уже прокомментировали. Специалисты ведомства рассказали, что слова родителей подтвердились. Воспитатель написал заявление на увольнение. Сотрудники дошкольного учреждения приносят родителям малышей извинения. В департаменте образования проведена проверка по факту, случившемуся с ребенком в детском саду 344-м. К сожалению, инцидент подтвердился. Воспитатель признал факт случившегося и написал заявление об увольнении. В департаменте образования приносит извинения как ребенку, так и родителям за случившуюся ситуацию. Это, кстати, далеко не единственный за последнее время случай жестокого обращения с детьми в российских детских садах и школах. Недавно на всю страну пригремел скандал в Челябинской области. Шестиклассников буквально в смысле затравили из-за того, что его родители не сдали деньги на ремонт школы. Мальчика называли пустым местом и даже пожаловались на него в инспекцию по делам несовершеннолетних. Такой же случай в начале ноября был и в Новосибирске, а также в прошлом году в Омске. История с сыном журналистки Натальи Граф, после которой по решению мэра был уволен директор о скандалившейся гимназии и создан городской совет по этике. Почему в российских детских садах и школах воспитатели по разным причинам все чаще ведут себя непедагогично и как на нас влияют события из детства? Мы поговорили с психологом Николаем Кошлем. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. И к другим темам. Если бы не было статистики, омские медики даже не подозревали бы о том, как хорошо они живут. Зарплата омских врачей 61 287 рублей, фельдшеров и медицинских сестер 30 232 рубля. Об этом рассказали в региональном Минздраве на круглом столе, посвященном проблемам здравоохранения. Однако чиновники не отрицают эти цифры все-таки ближе к средней температуре по больнице, чем к реальности. Зарплаты у работников разных медицинских учреждений отличаются, размер зависит от вида врачебной помощи, выполнения государственного задания, количество смен. Вообще жалование врачей складывается из нескольких составляющих. Это оклад, компенсационные стимулирующие выплаты, отмечает Минздраве. И каждый год окладная часть увеличивается. Сейчас она составляет 46% от зарплаты. Однако по информации общественников, на реальных доходах медиков это никак не отражается. Повышая оклады, зачастую урезают премии. Впрочем, чиновники уверяют, это не соответствует действительности. Жалование врачей, как и положено, растет на системе оплаты труда, действительно нуждается в изменениях. Однако это не в их компетенции. Вопрос сейчас обсуждается на федеральном уровне. Мы майские указы выдерживаем абсолютно четко. То есть определена вот эта средняя цифра, мы ее выдерживаем, вы статистику видели. Но сейчас президент сказал, если вы увидели, если вы слышали, вы наверняка все это слышали, пересмотреть уровень заработной платы медицинских работников, чтобы они могли это почувствовать и ощутить на себе. Причем он должен быть на ставку. И эту задачу он поставил правительству Российской Федерации. Для того, чтобы это было решено системно. И поэтому сейчас Минздрав Российской Федерации совместно с Минтрудом готовят новую систему, новый механизм по оплате труда. И скорее всего рассматривается даже вопрос и возврата к единой тарифной сетке. Приключения москвичей в омских больницах эксперты Общероссийского народного фронта прошлись по самым проблемным местам системы здравоохранения. В центре внимания объекты, на которые омичи жаловались во время прямой линии с президентом. Что удивило московских активистов ОНФ в омских больницах, помимо отсутствия ремонта и нехватки врачей, выяснял Филипп Лебедь. А если нет ячейки? Все равно принимаем. Нет, понятно, что вы принимаете, но это же каким образом принимаете, если нет записи. Эксперты Общероссийского народного фронта свою ревизию в детской клинической больнице номер два начинают с элементарного, пытаются записаться на прием к терапевту. Дело секундное, но на то, чтобы разобраться, как же все-таки в Омске попадают к врачу, уходит больше пяти минут. Заветный талончик на прием получен. Очереди в коридорах нет. Перед кабинетом терапевта только мама с ребенком подозревает, что сын заболел. А в кабинете на осмотре в этот момент маленькая девочка, уже абсолютно здоровая, которую привели выписываться с больничного. Ситуация для омских поликлиник обычная, но у москвичей вызывают удивление. Вот сейчас ребеночек сидит, который заболел. У него есть симптомы ОРВИ, возможно, гриппа и, возможно, непонятного заболевания. Он сидит сейчас больной, рядом с выздоравливающим пациентом. И есть возможность, что он в этом холле сейчас обсеменит всех новой инфекцией и будет эпидемия. Главврач уверяет, детей, которых привели на первый прием и выздоравливающих, у них принимают в разных кабинетах. Сегодня система просто дала сбой. Переволновались перед приездом ревизоров из Москвы, вот и не доглядели. Что же касается работы поликлиники в целом, состоянием учреждения, качеством оказываемых услуг, столичные ревизоры остались довольны. Да и пациенты, с которыми эксперты ОНФ побеседовали, на все вопросы отвечали положительно. Как время ожидания, приема, когда не было вообще? Все очень быстро, очень удобно. Впрочем, недовольные тоже нашлись. Молодая мама с ребенком не смутилась ни присутствием камер, ни общественников, ни находившихся рядом чиновников из Минздрава. Рассказывает, что в пятой детской поликлинике уже несколько месяцев не может получить нормального лечения для своей дочки. Ну, у нас назначают лечение, у нас постоянно ножку есть, упрости, назначают. Но как бы мы от этого не можем вылечиться. И приехали сюда лечиться. А страшно? Да. Надышка у нас постоянная. И мы приехали сюда. Представители Омского Минздрава жалобу фиксируют. Берут телефон о Мичке и обещают, ее ситуация теперь под контролем. Под контролем, как уверяет главврач клиники, и состояние стационара. Если на втором этаже еще буквально пахнет свежим ремонтом, то на первом обшарпанные стены, облупившаяся мебель и двери. Руководство клиники уверяет, ремонт здесь запланирован на следующий год. Инженерное обследование здания мы прошли. Сейчас в проектно-смертной документации у вас обслуживаются. В кровати новую поменяли. От частных проблем к общим. Помимо плохого ремонта некоторых зданий, запутанной системы получения талонов, главная проблема – дефицит кадров. Как результат, прием у педиатра идет всего пять минут вместо положенных пятнадцати. По словам представителей Московского ОНФ, пять минут уходит только на бумажную волокиту. А ведь еще нужно осмотреть и прописать лечение. Еще один повод для возмущения – рабочее время омских клиник. По стандартам с восьми утра до восьми вечера. Но по факту многие кабинеты в поликлиниках закрывают свои двери уже в шесть. Впрочем, давать оценку всем этим недостаткам в ОНФ не спешат. Омск – первый город в череде ревизий. Документ, который будет проанализирован по различным регионам, которые больше всего были засвечены на госсовете, и будет подготовлен полноценный отчет, сделан и предоставлен. Отчет должен лечь на стол президенту. Эксперты ОНФ отмечают в Омском Минздраве о проблемах местного здравоохранения, знают и не скрывают их. Чиновники готовы к диалогу, и это однозначно плюс. После подведения итогов активисты ОНФ планируют приехать в Омск еще раз, чтобы организовать форум, посвященный главным проблемам российского здравоохранения. Мусорные замерщики наконец добрались до Омска. Сколько отходов производят жители города? Да, ответ на этот вопрос будут искать на протяжении месяца. Ранние замеры проводили только в области. Полученные данные станут основой для расчета новых мусорных нормативов, которые в конечном счете должны помочь снизить плату за вывоз отходов для населения. Уже доказано, что прежние нормативы были подсчитаны некорректно и оказались завышенными. Процесс никто не контролировал, а мусорные баки измеряли едва ли не школьными линейками. Сейчас за процессом следят видеокамеры, работают не коммунальщики, а специалисты, выбранные по результатам торгов в компании. Замеры проводятся строго по регламенту. Сначала на специальных местах взвешивают полный контейнер, затем пустой. Разница и есть вес мусора. По правилам установления нормативов замеры проводятся в течение года. Сейчас у нас идет осенний замер, потом будет зимний, ну и в следующем году уже весенний и летний. Соответственно, нормативы мы рассчитываем к осени следующего года установить новые. Это не тариф, он не обязательно вступает в силу с 1 января, он и раньше может вступить в силу. То есть, как только будут закончены замеры, и мы проведем расчеты, тут же установим новые нормативы. Норматив накопления – важная, далеко не единственная мусорная проблема Омска. Прямое доказательство – обсуждение темы, которая состоялась в Омском горсовете. Рекультивация полигонов, сортировка отходов, несанкционированные свалки, нехватка контейнерных площадок, отсутствие договоров с юрлицами. Больше часа депутаты пытались добиться от чиновников руководства рекоператора конкретных ответов, как они намерены навести порядок в городе. Что из этого вышло, расскажет Ксения Тойчкина. Со старта мусорной реформы в Омске прошло уже 8 месяцев. Она все еще напоминает сплошной клубок проблем. Меньше их не становится. Размотать его по ниточкам и найти конкретные решения в очередной раз пытаются в Омском горсовете. Мусорный вопрос оказался одним из главных в повестке заседания. Начали с рекультивации свалок. Самые нашумевшие, а точнее надымившие ленинские и кировские полигоны. Местные жители неоднократно жаловались, что мусор на площадках, которые давно закрыты по решению суда, периодически горит. Более того, отходы туда продолжают свозить. Амичи даже записали видеообращение к президенту с просьбой навести порядок. Первый заместитель департамента городского хозяйства Омска Михаил Горчаков спешит успокоить. Повода для паники нет. Обе свалки будут рекультивированы. Однако сначала надо разработать проектно-сметную документацию. Это время и деньги. Причем немалые. Порядка 70 миллионов рублей на каждую. И это только бумажная работа. Новость крайне удивила депутатов. Ведь проекты уже есть. Их презентовали народным избранникам компании-арендаторы до прихода рекоператора пару лет назад. Однако в мэрии их во внимание не приняли. Там разрабатывали не администрация города. Насколько мне известно, до конца экологическая экспертиза была не пройдена. Поэтому ими не воспользовались. И теперь уже, так как это арендатор уже магнит, мы с ним сейчас переговоры ведем о разработке. Подождите, ну мы второй раз, что ли, должны тратить деньги? На них было потрачено не меньше года на разработку. Это уже готовые проекты. Один из них застрял в Новосибирске на экспертизе, второй уже в Москве. То есть надо просто их продолжить, принять официально, продолжить и закончить эту работу. Это будет намного быстрее. Можно в следующем году уже заявляться в нацпроект «Экология на рекультивацию». Актуализировать существующие проекты рекультивации быстрее и дешевле, чем создать новые с нуля. Чиновники обещают учесть предложения депутатов. А вот что делать с несанкционированными свалками, которых в городе с каждым днем становится все больше, непонятно. Только в этом году выявлено свыше 5000 подобных мест. Вывезено около 40 тысяч кубометров мусора. Однако все это бесполезно, считает директор компании «Магнит» Александр Чернов. Нужно устранять первопричину, а не бороться со следствиями. И главные виновные в загрязнении города, по мнению Александра Чернова, юрлица, которые отказываются заключать договоры с рекоператором на вывоз мусора. Отходы образователи, а именно владельцы своих отходов, не несут персональной ответственности за конечное размещение своих отходов. И искренне уверены, что нанимая любого водщика, любой транспорт, передавая им свой отход, они свою обязанность по дальнейшей ответственности за свои отходы исполнили. И сегодня ответственность за отходы любого предпринимательской деятельности несет владелец земельного участка, где они счастливым образом оказались. Серыми войщиками, так в компании рекоператор называют тех, кто нелегально сбрасывает мусор, становятся и сами омичи. Это вынужденно заявляют в ответ рекоператору депутаты. Чаще всего это делают те, у кого во дворе нет оборудованных контейнерных площадок или жителей частного сектора. И это еще одна из главных мусорных проблем города. Необходимое количество санитарных установок без участия юридических лиц – это колоссальная нагрузка на бюджет. Потому что сейчас, если мы будем рассматривать необходимую потребность установки и физическую возможность органа местного самоуправления установить, это только 30%. Если мы выполним задачу этого года, это будет только 30%. Еще 70% – это то, что не поставлено. И это нужно тратить деньги. Вопрос в том, нужно ли тратить бюджетные деньги. Участники обсуждения все-таки приходят к единому мнению. Нормативно-правовая база требует изменений. И еще нужно прописать в нормативах ответственность юрлиц за вывоз собственных отходов. Таким образом, предприниматели будут обязаны устанавливать контейнерные площадки и заключать контракты на вывоз мусора с рекоператором. И это станет первым действенным шагом к ликвидации несанкционированных свалок в городе. Улучшить экологическую обстановку в городе должен новый реагент для обработки магистрали от наледи. Этой зимой коммунальщики откажутся от песко-соляной смеси, правда, только на центральных улицах. Это Красный путь, Масленниковый, проспекте Карла Маркса. Современный биохимический реагент закупили в ограниченном количестве, чтобы для начала его протестировать. По словам производителей, средства расходуются очень экономно, полностью растворяются со снегом и не носят вреда экологии. Более того, в его составе карбид, который является минеральным удобрением для растений. Так ли это на самом деле, специалистам Дорожной службы Омска еще предстоит выяснить. Если эксперимент пройдет успешно, чиновники, возможно, найдут средства, чтобы полностью перейти на современный реагент. Вопрос будет рассматриваться о полной замене песко-соляной смеси. Уйдем полностью или нет, это, конечно, немножко вопрос финансирования, я не готов сейчас об этом сказать. Но вопрос будет рассматриваться однозначно. Рассказать о проблемах Омска через искусство смогут омские школьники. В городе стартовал творческий конкурс социальной рекламы «Омская линия». Участники могут представить на суд жюри эскиз, ролик или целый проект на актуальную тему. Прием работ завершился 20 ноября, пока у подростков есть время, чтобы вдохновиться лучшими работами конкурсов прошлых лет. В городском музее искусства Омска открыта выставка эскизов победителей, запущена серия мастер-классов. Где черпать вдохновение и как просто рассказать о сложном? Вот главные вопросы, на которые сегодня нужно ответить будущим участникам творческого конкурса. Для примера работы победителей. Вот уже 11 лет подростки открыто говорят о проблемах экологии, неравенства поколений, безопасности дорожного движения и конфликтах в семье через искусство. Детский взгляд не наивен, говорит куратор выставки Людмила Рейх. Наоборот, он честен, смелый и даже способен стать открытием для взрослых. Вот я тоже удивлена была, когда мы эту выставку делали. Но получается, что дети обращают внимание на семью. И, оказывается, очень сильно. Они на нее обращают внимание таким образом, что они хотят, чтобы был и папа, и мама. Чтобы к ним относились очень серьезно по-взрослому. Чтобы их любили, чтобы их ждали. Мария Судакова впервые решила принять участие в конкурсе социальной рекламы. Она уверена, сейчас она уже готова. Девочка работает корреспондентом. В школьной газете все чаще приходится писать о проблемах экологии в городе. Как будущий журналист Мария понимает, в материале нет места эмоциям. Для читателей лишь голые факты, как пища для ума. Конкурс – возможность отпустить себя, открыто высказаться и быть услышанной. Ведь лучшие работы Омской линии становятся социальной рекламой города. Эскизы можно увидеть на страницах газет, в эфирах местных телеканалов и даже по пути домой в транспорте. Омская линия – это возможность показать себя, проявить себя, рассказать о своей жизненной позиции через творчество, представить свои работы и поднять интересные, актуальные темы. Например, я вижу такую актуальную тему, как экология. В нашем регионе есть проблемы с экологией. И очень приятно, что через искусство можно показывать свою позицию и выражать свое мнение. В этом году список тем для участников пополнен двумя глобальными празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и грядущие Дельфийские игры. Это крупнейшие состязания всероссийского уровня в области культуры и искусства, которые в апреле следующего года пройдут в Омске. На данный момент уже работ было принято около 200. Это на самом деле рекордное количество, потому что конкурс закончится только 20 ноября. Но опять же я хочу призвать юных и мячей, чтобы они не держали свои работы и делились с нами. Потому что, как показывает практика, в основном все работы приходят к самому концу. Очень хотелось бы, чтобы в этот раз было немножко иначе. Количество участников ежегодно растет. В прошлом году свои работы на конкурс социальной рекламы представили более 700 школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Лучшие уже попали в фонд музея искусства Омска. Такая возможность есть и в этом году. Единственное условие – вовремя оформить заявку. Подробности на сайте администрации омск.рф. Омичей научат изготавливать сувениры из стекла и дерева. В Омской крепости готовятся к празднованию 75-летия Великой Победы. Для горожан подготовили несколько мастер-классов, выставку предметов военных лета, а также трансляцию событий 20 века. Кроме того, омичам предлагают рассказать о подвигах своих родственников. Это станет основой для патриотического фильма к 9 мая. Подробности в нашем сюжете. Их именами названы «Омские улицы». Выставка под таким названием собрала небольшую, но очень ценную коллекцию подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Администрация города предлагает омичам посмотреть солдатские пилотки, офицерские планшеты, посуду и фотографии 40-х годов 20 века. В инженерной мастерской это лишь часть всего того, что подготовили для горожан в Омской крепости к празднованию 75-летия Победы. Здесь же покажут фильм о подвигах омских солдат. Правда, материал для него еще не собран. Помочь в этом предлагают самим горожанам. Каждый желающий, у кого есть информация о людях, родственниках, тех же, кто воевал, кто принимал активное участие в боевых событиях, они могут нам прийти и рассказать об этом. Мы запишем это все в виде ролика, потом будем транслировать в здание инженерной мастерской. У нас там есть небольшой зал, где мы можем это проводить. В здании арсенала мечам дадут несколько мастер-классов. Например, стеклодув с 18-летним стажем Максим Орлов расскажет о тонкостях работы со стеклом, научит всех желающих буквально за 15 минут выдавать стеклянные шары, которые можно расписать акриловыми или витражными красками по своему усмотрению, либо способом формования изготавливать звезды и другую символику к празднику Великой Победы. У нас будут, мы будем делать стеклянные, то есть есть у нас зажимки, формование называется, графитовые. Все, мы разогретую массу стекла, зажим, зажимаем, туда ставим, у нас здесь сердечко. Ну, а будет звездочка, будет какой-нибудь там рисунок танка, то есть это уже все в проекте. Не только посмотреть, но и попробовать самостоятельно сделать себе сувенир смогут все пришедшие, и также из дерева. Значки из георгиевской ленты отлично подойдут, например, участникам праздничного парада. Но и это еще не все. Жители и гости города уже сегодня смогут услышать оригинальные сводки с фронтов Великой Отечественной войны, синхронизированные с календарем 2019-2020 годов. О том, как развивались события в каждые из дней ноября 1944-го, сообщат голоса сотрудников Омской крепости с помощью радио. В течение 13 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и через дорожную штанцию Бесопати. Акция продлится вплоть до 9 мая. В администрации города уверены, ощутить свою причастность к величайшему событию мировой истории можно просто придя в Омскую крепость ежедневно с часу до 2 и с 15.00 до 16 часов. Это были главные новости на сегодня. Меня зовут Мария Васькова. До встречи в эфире РБК Омска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова